Добрый день, уважаемые подписчики! По случаю мы оказались в городе Ярославле и не искали ни гостиницы, ничего. Нашли апартаменты в жилом доме. Новый такой жилой дом большой. На 17 этаже здесь апартаменты. Однокомнатная квартира полноценная. С хорошими условиями. По улице Урицкого 5. Здесь на первом этаже пиццерия, магазин запчастей, там оливковое масло и магнит. Все здесь, все рядом, все доступно. Внизу парковка здесь. Также в здании под самим домом есть подземная парковка. Если кому-то надо будет автомобиль поставить, 100 рублей дополнительно. И ставить его. Свой закрытый двор. Никто туда не заезжает. Охрана. Сейчас обойду, покажу его. Здесь вот справа от магнита въезд на парковку. Окна выходят вот на эту сторону. Панорама называется не зря. Вид хороший. Это вот вид со двора. Закрытый двор. Я уже не стал во двор заходить. Домик охраны. И вот такая небольшая площадочка. Здесь же рядом какая-то тоже парковка есть. Непонятно. Огорожено, но нет ни охраны, ничего. Поднимаемся. Посмотрим апартаменты. Через Booking.com Зашли, посмотрели. Вот такая кровать в King Size считается. Ну, удобно. Тумбочки, светильники, телевизор. Также есть диван. Он раскладывается. Тоже получается большой. Есть к нему постельное белье. Можно здесь втроем смело, а то и вчетвером поселиться. А есть Wi-Fi. Работает хорошо. Вот она визиточка. Также есть информация для гостей. Есть вот такой экскурсионный бюллетень. Описание примерно истории. Замечательный вот такой вот вид панорама. Это из окна. Здесь же бинокль есть. Можно посмотреть. Достопримечательности. Ну, в принципе, вот на одну ночь мы поселились в прекрасных апартаментах. Они так и называются. Есть кухня. Есть свои принадлежности. Все необходимые на кухне. Магазин в этом же доме внизу на первом этаже. Магнит продуктовый. Адрес. Вот здесь написано. Ярославль. Улица Урицкого. Дом 5. 17 этаж. Также есть номер телефона. Можно при необходимости связаться и забронировать. Есть гладильная доска. Есть утюжок. Горячая вода. Все, все есть. Ну, нет кондиционера. Но, правда, он в данный момент нам и не нужен был. Все окна открываются. Вот такая вот кухонька. Угловой диванчик. Два пухика. Небольшой столик. Холодильник. Микроволновка. Электрическая плита. Чайник. Фильтр. Горячая вода. Необходимая посуда есть. Вытяжка. Здесь люди даже оставили сахар, соль. Кастрюльки есть. Сковорода есть. Вилки, ложки, ножи. Ну, здесь под мусор. Холодильник. Большой, емкий. Вообще, отличные апартаменты для проживания. Вот такая вот лоджия. Ну, она пустая. Вид. Вид шикарный. И часть Волги, по-моему, видно. Фин. Большая, в принципе, ванная. Умывальник. Ванная. Стиралка. Большая. Попросили, дали дополнительно полотенец. Болевная есть на случай, если воду отключат котел. Тапочки есть. Ну, шкафчик, вешалка. В принципе, все необходимое есть. Хорошие, хорошие условия для проживания. И все это нам обошлось 1300 рублей в сутки. Внизу есть парковка на один автомобиль под домом. Но также парковка есть и вокруг дома. Здесь достаточно места. Вот если снять, автомобили стоят. Вот там сбоку магазин магнит под нами находится. Сбоку перед ним парковка большая тоже. Так что, кто будет в Ярославле, можете звонить. Номер на визитке указан. Договаривайтесь, бронируйте. Хорошие апартаменты для проживания. На этом все. Всего вам доброго. Вот такой вид из окна ночной Ярославли. 17 этаж. Есть парковочные места. Внизу магазин магнит. 17 этаж. Без свободы. Продолжение следует...